Надо мне уже сходить на завод, полететь, а то я уже лет пять не была. Когда семья Глушковых собирается за одним столом, все разговоры только о родном заводе. Сегодня на предприятии УВА Древхолдинг трудится Виталий. Его жена и сестра работали родители, бабушка, а дедушка Вениамин Глушков и вовсе стал легендой тогда еще лесокомбината. Именно он, будучи директором предприятия, построил завод по производству ДСП, вспоминает его супруга. Лесоцех новый построил. Раньше был лесоцех дощатый, а потом каменный сделали лесоцех. Цех домостроения построил. В общем, сушилку. Все цеха обновил, все новые цеха. Устроиться в то время на лесокомбинат было непросто. На самом крупном предприятии в поселке всегда был кадровый конкурс, рассказывает Татьяна Глушкова. Несмотря на то, что отец был директором, пошла работать всего лишь сборщицей паркета. Потом перешла на работу в заводы управления, а закончила трудовую деятельность старшим мастером сушильного цеха. Работе на лесокомбинате посвятила 40 лет. Я даже, когда на пенсии была, меня когда позвали снова поработать, я с такой радостью пошла. Три месяца у меня там, вместо меня, когда мальчик работал, остался, он учился, ему надо было писать диплом. И я вместо него вот три месяца поработала, я с удовольствием пошла. Сын Виталий на завод пришел в 90-е и тоже начал с низов рабочим домостроительного цеха. А сегодня он начальник участка производства «Смол». На его глазах предприятие поменялось кардинально. На предприятии, конечно, поменялось не узнавая верности. Какой было, скажем так, раньше, в основном был ручной труд. Сейчас видите, что все автоматизация идет. То есть идем, вперед, мы слием вместе. Сегодня на предприятии трудится полторы тысячи человек, при том, что население, увы, 18 тысяч. Можно смело говорить, что в лесопереработке задействована почти каждая семья. У нас достаточно много династий работают на нашем предприятии. И там не два, не три колена, и уже есть и четыре поколения, кто работает в нашем предприятии. Поэтому это очень приветствуем, потому что мы считаем, что если приходят дети, работники предприятия, соответственно, они уже сделали этот осознанный выбор. И, соответственно, на них уже в будущем можно положиться и строить какие-то планы. А в ближайших планах построить в УВЕ еще один цех по производству ДСП.